Приветствую вас! Я постараюсь ответить вам на ваши вопросы и дать ответы, которые вы не получили в книгах по психологии. И, если честно, получить никак не могли, потому что книги по психологии, они, к сожалению, или к счастью, пишутся не для людей, у которых проблемы, а для, как правило, самих психологов для работы. То есть, знания, которые даются в этих книгах, материал, который там преподносится, он не для клиентов. Это нужно понимать. Итак, значит, муж ушел после 15 лет брака без объяснений. Мы вместе чуть ли не из первого курса «Семья со стороны всегда казалась образцовой». Значит, ну, понимаете, вот, что меня сразу насторожило в этом, ну, вот в том, что вы пишете, да, это то, что «Семья со стороны казалась образцовой всегда». То есть, вы, как бы, хотели эту самую образцовую семью, вы хотели, чтобы семья была, ну, определенного склада, да, определенного типа, с определенными, там, значит, чертами и так далее. То есть, вы, как бы, хотели образцовую семью. И, по сути дела, что происходило? Вы эту образцовую семью, ну, на какое-то время, в принципе, получили, как это видится мне. Другое дело, что эта образцовая семья, как вы смогли видеть, не удовлетворяла вашему мужчину. Это вот момент, куда более вас. Другой вопрос в том, почему? Почему она, семья, его не удовлетворяла? И вы говорите далее, что вам всегда с ним было тяжело находить общий язык. Я это допускаю. Я допускаю, что вам всегда было тяжело находить с ним общий язык. Но вопрос, который у меня к вам имеется, он такой. Если вам всегда было тяжело находить с ним общий язык, то как же вы тогда вместе были? Что же тогда вас заставило быть вместе? Что же тогда заставляло вас снова и снова, значит, ну, быть друг с другом, если иначе у вас было недопонимало? Как же вы приглядели тот факт, что вашему мужу оказывается нужна женщина сильная, независимая и так далее? Сказать, что он изменился, ну, вот в данной ситуации, да, сказать, что он изменился. Ну, я думаю, это не было бы справедливо и правильно сказать, что он изменился. Потому что, как это видится мне, он таким был всегда. Я, конечно, могу ошибаться, но как это видится мне, он всегда был таким. У него всегда были такие вот потребности, у него всегда были такие вот желания, у него всегда были такие стремления, он всегда этого хотел. Но вы этого не знали. И вопрос, который заключается весь в том, почему. А вы не знали этого потому, что у вас не было взаимопонимания друг с другом. Вы друг друга не понимали. И вот поэтому он ушел. При том, что вы думали всерьез, что все в порядке, вы думали всерьез, что все хорошо. Вы думали всерьез, что все нормально. А для мужчины вашего это было не так. И если для него это было не так, то значит, не так было всегда. Просто вы игнорировали эту проблему, игнорировали, что у вас затруднено общение. У вас затруднена коммуникация, да? Вы на этом не заостряли своего внимания. Вы надеялись, что, ну возможно вы надеялись, что ситуация сама с тобой разрешится, а она сама с тобой не разрешилась. И муж от вас, грубо говоря, ушел. Да? Вот сейчас, на данный момент, вы не вместе. Давайте дальше пойдем. Значит, с трудом удалось вывести его на разговор. И хоть немного понять причины, самое явное оказалось недопонимание. Я его не понимаю. Он хотел видеть во мне черты женщины успешной в карьере, независимой, самонастраточной и развивающейся. Вот еще один важный момент, да? Который я бы хотел, чтобы вы постарались понять. Мужчина хочет, чтобы вы были определенный, да? То есть он хочет, чтобы вы были самодостаточные, чтобы вы были там самостоятельные, чтобы вы были там реализующиеся, ну и так далее, так далее, так далее, да? Вопрос. Зачем? Почему он хочет этого от вас? Это, ни много ни мало, такие качества, ну, например, такие качества, скажем, женские качества, да? Это такие женские качества, ну, требования у него к женским качествам, какие обычно у мужчины. То есть мужчина хочет себе независимую, самодостаточную женщину, чтобы что? Зачем? Не потому ли, что он сам себя не чувствует таким, таким, например? Не потому ли, что у него есть какие-то, скажем, ну, проблемы, может быть, с уверенностью в себе, там, может быть, с тем, там, и все. Ну, в любом случае, в любом случае, в любом случае, этот набор качеств очень странный. Далее. Предположим. Предположим, что ваш мужчина все же этого хочет. И предположим, что он имеет право этого хотят. Ну, предположим, что это желание нормальное для него, да? Откуда вы могли знать, что он этого хочет? Как вы должны были, по мнению мужчины, догадаться, что вот нужно именно вот, чтобы вы были такой? Ну, вот как, как вы могли, как бы вы могли догадаться? Никак. Это невозможно. То есть, мужчина мирился с тем, что у вас нет, например, заимопонимания, между вами нет, заимопонимания, между вами нет какой-то гармонии, да? Между вами нет, там, вот, каких-то, значит, ну, элементов близости, проявлений близости, близости и так далее, да? Да, допустим, допустим, так все и было. Но, простите, а как же можно рассчитывать, рассчитывать на то, что такое взаимопонимание будет, если для этого ничего не делать? Мужчина говорит об отсутствии взаимопонимания с вами, об отсутствии взаимопонимания между вами, да? Да, но при этом вопрос у меня к вам. А что он сделал для того, чтобы это взаимопонимание между вами было? Что он сделал? Ответ, я полагаю, будет довольно однозначный. Что он ничего не делал для того, чтобы у вас было взаимопонимание. Вот это и является ключевым моментом в понимании вашей проблемы. Потому что мужчина обвиняет вас в том, что вы не дали ему того, что он хотел. Но при этом, как вы могли дать, если вы даже об этом не знали? Это в некоторой степени, знаете, женская черта. Хотеть того, о чем не говорить. И мужчина, что интересно, ваш, он хочет именно такую женщину, которая более мужественна, по вашему отрицанию, чем он сам. И напрашивается тогда вопрос, а почему он хочет такую женщину? Ну, далее понятно, что вы пытались его вернуть, у вас не получилось. Далее понятно, что мужчина думал, то есть мужчина не был уверен в том, что он правильно поступает, но он в итоге заявил, что с вами быть он не хочет, не может. Здесь тоже есть изрядная доля луковства, потому что мужчина не не молит, а не хочет, у него нет желания. Вопрос в том, что он терпел. Он терпел, и вот основной вопрос, ради чего? Ради чего он терпел? Вот это вот, пожалуй, самое главное, что здесь вот непонятно. в вашей ситуации. Далее, значит, другой у него нет, ну да, такие мужчины довольно тяжело подближаются, потому что они очень чувствительные. Значит, он объявил, что не собирается возвращаться, говорит, что сам не знает причины. Но причина в том, что он видел вас не той, какая вы есть на самом деле, а вы его видели, скорее всего, не тем, какой он есть на самом деле. Откровенных разговоров он всегда избегал. Вот, у вас не было коммуникации, и не имея возможности откровенно разговаривать, вы хотели построить отношения. Но это, по сути, знаешь-ка, неправильно строить дом. Вот дом строится неправильно с нарушением всех правил, но он в итоге разваливает. Стоит самое и у вас. Без откровенных разговоров никакие отношения построить невозможно. Вот. Я надеюсь только на то, что вы этот момент для себя учтете, и в будущих отношениях уже не будете совершать такую ошибку. Если видите, что человек не разговаривает с вами откровенно, он не начнет разговаривать с вами откровенно после свадьбы. Если он не начал разговаривать откровенно после близости, то он не начнет после свадьбы. Проблема в отношениях приходилось выяснять мне подбором возможных вариантов. В чем дело, аккуратно и без давления. Ну вот, тут тоже момент, что вы постоянно проявляли инициативу, и, в общем-то, мужчина, у тебя был довольно пассивным, получается, в решении проблем. Он их избегал. Он предпочитал закрывать на ней глаза. Ну вот, он закрывал глаза. Вы закрывали глаза на другого рода проблемы. И в итоге, вот, получилось так, что хоростар. Значит, не могу справиться с мыслью, что он все же одумается и вернется. Ну, а зачем нам такой человек, который сам не знает, чего хочет, и из вас пытается переделать, вас пытается переделать в ту, которая нужна ему. И почему нам об этом только сейчас не говорят? То есть, нужен ли вам такой человек, который вас, такой, какая вы есть, не принимает? Если будет, то для чего? Он найдет семью более счастливую, и она осуществит с ним все мои не бывшиеся мечты, а я останусь одна. Ну, откуда она, эта семья более счастливая, будет знать ваши не бывшиеся мечты, это вопрос. Во-вторых, почему вы свои мечты связываете с конкретным человеком, а не с собой, вот с собой конкретно? И во-вторых, почему вы боитесь одиночества? Не потому ли вы и вышли замуж, и отдавали все свои силы семье и прикрытию тылов, потому что вы боитесь остаться одна, боитесь выйти вот за пределы семьи. Ну, если вы боитесь одиночества, то это проблема, и с этой проблемой нужно что-то делать, эту проблему нужно разбирать. Вы истинят причины страха одиночества, как правило, он идет из детства. Не понимаю, как можно было отказаться от столь лет брака без борьбы? Ну, мужчина просто понял, что вы не та. Он вот игнорировал, игнорировал, он все знал, что вы не та, но он надеялся, что вы то и будете, он пытался вас подстроить, он думал, что вы изменитесь, он думал, 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 и в итоге понял, что это не вы, а время просто тратит пустую. То есть бороться игнорировал, что вы другая. Он просто себя обманывал, и вы отчасти себя тоже обманывали. Как представить себя виничество не смогло сохранить очаг? Ну, надо сказать, что вы не можете сохранить по сути, вам нужно перестать брать ответственность на себя за то, что вам не принадлежит. Мужчине что-то нужно было, он мог бы сразу вам сказать, вот этого не говорю, и это его проблема. А вам нужно брать ответственность на себя за то, что вы согласились выйти замуж, зная, что у мужчины проблемы с коммуникацией. Вот, чтобы себя не видеть, нужно понять, что вам не двигало. Это точно не была любовь, потому это вместе с первого курса, то есть там вы еще были недостаточно зрелые и так далее. Там была влюбленность, страх, возможно, какие-то мотивы. Вот мотивы нужно выделить. Тогда, когда вы поймете, для чего вы хотите, вы будете четко понимать, для чего вы все это делали, и чувство вины у вас не будет. Там это вы будете понимать свои силы и будете знать, как вам их удовлетворять, эти самые свои желания. Полностью отказаться от мысли о нем не получится. Ну да, потому что у вас ребенок и так далее. Все вещи о нем напоминающие не выкинешь. Ну, это спорный момент, тут можно попытаться. Всех мест полных воспоминаний другой дороги не обойдешь. Все, ну, другие воспоминания просто генерировать, другие воспоминания создавать. что это? Кризис 30-40 лет у кого? Не очень понятно у кого кризис. У мужчины? Нет, вряд ли, вряд ли это кризис. Скорее всего, человек просто планов прожил ложью. У вас, да, у вас возможно, потому что вы всю жизнь жили ради семьи, сейчас нужно жить ради себя, вспоминать, какая вы, а вы об этом забыли. Вы забыли, какая вы, какие ваши ценности кроме семьи, какие ваши желания, кроме семьи, кроме ребенка и так далее. Вот в этом действительный кризис, но это можно вспомнить, как вы сами это можете сделать, так и с помощью психолога, тут уже на ваших выборах. Выросли и изменились так, что перестали друг к другу подходить. Ну, скорее всего, скорее всего, вы друг к другу не подходили никогда. Просто пока вы были молоды относительно, вы с этим мирились. Сейчас мужчина стал постарше, и он понял, что мириться с тем, что ему не нравится, он не хочет, и как бы перестал это делать. А мы-то понял, наверное, что живем все-таки одним раз. А вас, вас, в принципе, все устраивало, вам нужна была семья, вы семью получили, и поэтому вам так тяжело с ним отставаться. Поэтому вы и вернуть его пытались, пытались, потому что вам нужна семья. вам нужна семья, и именно потому что ее сейчас нет, в привычном понимании этого слова, вам и плохо. Ну, надо подумать, почему вам нужна семья, и почему вам плохо. А также, почему вы боитесь остаться одна, и почему свои мечты вы связываете с человеком. Ваши мечты, если они действительно ваши, они должны быть только ваши, они не должны быть связаны с другим человеком. А мечты, связанные с другим человеком, актуальны только на тех пор, пока этот другой человек хочет их с вами осуществить. Если он не хочет, то это уже не мечты. Вот получается, что свои собственные обидцы и желания вы перекидывали на мужа, на семью. И из-за этого стали от него, может быть, чересчур зависимы. А мужчине это не понравилось. Никогда не нравилось, но вот сейчас он дошел до точки кипения. Вот с этим нужно разбираться. С вами, не с вами. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok